Сегодня мы будем сравнивать очень много видов шоколада и посмотрим, какая из них лучше. А в конце я попробую отгадать по вкусу шоколад с закрытыми глазами. Если хочешь больше такого контента, ставь лайк, ну а мы погнали! Всем привет, народ! Сегодня то самое долгожданное видео, где я буду сравнивать много конфет, в том числе фистаблс. Отсюда, ребята, я не пробовал только... Давайте лучше скажу, что я пробовал. Я пробовал только Альпингольд, Милки и Киндер Сюрприз, но это что-то другое. Все остальное я не пробовал, не знаю на вкус. Я специально заказал две плитки Мистера Биста и его конкурента Хешеса, да? Вот все, что у нас есть на сегодня. Мы начнем с самого обычного шоколада, это Альпингольд. Наверное, это самый дешевый из этих. Этот стоит примерно 50 рублей, 200 рублей, 100, 200, 150, 300, 200 с чем-то и самый дорогой 600 с чем-то рублей. Ну что, ладно, я сниму эти очки, они мне надолят. Начинаю с Альпингольда. Обычный Альпингольд, все пробовали, я в том числе. Сейчас посмотрим, какой он на вкус. И, кстати, перед каждой дегустацией я буду пить воду. Так, пробуем. Идеально открыл специально. Обычный шоколад. Ничего особенного, без начинки, без ничего. Если мы оцениваем с нуля до десяти, это, мне кажется, восемь где-то. Теперь мы пробуем плитку от Мистер Мистер. Называется Дизнац. Молочный шоколад с... С... Как это открывается? Вот так он выглядит, смотрите. Вот так выглядит этот шоколад Шейр-де-Воу. Там, скорее всего, внутри шоколада находится доллар. Ладно, пробуем. Очень интересный вкус. Сейчас. Сейчас, минуту. Менку. Сейчас, еще раз. Необычный вкус, я даже не могу описать. Вообще не похож на Альпингольд. Тут начинка какая-то очень странная. Что-то похожее на мед, я не знаю. Ладно, давайте перейдем к следующему шоколаду. Это что-то непонятное. Не знаю, с чем сравнить. Что ты делаешь? Внутри. Внутри я не знаю, что это. Такое. Напишите в комментариях. Вообще, если бы я знал английский, я бы прочитал, что тут написано и сказал было. Ладно. Следующий шоколад у нас шоколад от Милка. Это самый популярный шоколад в России. Это очень вкусный шоколад, так как я с детства пробовал, знаю на вкус. Я сразу могу сказать, это один из лучших шоколадов. Пробуем. Я бы сравнил Милку с Альпингольда. У Альпингольда такой же вкус был. Сейчас я, на всякий случай, давайте еще раз Альпингольд попробую. Смотрите. На вкус все одинаково. Но Милка более слаще, чем Альпингольд. Так что, сколько тут дал? 7 из 10? 8 из 10. 8 из 10. Тут дают 9 из 10. Следующий шоколад тоже от Мистер Биста, но с начинкой. Короче, опять с чем-то там, молочный шоколад какой-то. Кстати, по сравнению, у Мистера Биста почему-то очень маленькие плитки. Я не знаю, может это у них как батончик, это как сникерс обычный. И, кстати, в конце видео я попрошу, чтобы оператор завязал мне глаза. И чтобы вы не думали, что я выдумываю какие-то оценки, я буду с закрытыми глазами оценивать те же шоколадки и давать такую же оценку. Ладно, пробуем. Пробуем. По дизайну точно так же, шеер. Поделись. Поделись. Ааа, поделись! Я понял. Смотри, это тебе. А это мне. Ааа, ну Мистер Бист молодец, конечно. Ладно, пробуем. На вкус как будто какой-то, знаете, темный шоколад какой-то, но это не темный, это наоборот молочный. Этот шоколад должен быть сладким. Но не очень, ребята, не очень. Как будто тут ликер какой-то, но тут, наверное, нету ликера. Но на вкус как будто тут ликер есть. Не очень, 6 из 10, наверное. Не рекомендую. Пробуем Аленку. Никогда не пробовал. Сейчас посмотрим, какова она на вкус. Так, открываем. Вот так выглядит этот шоколад. Пробуем. Тут вообще другой вкус. Чем-то похож на этот шоколад. Если тут вкус ликера, то тут как будто вкус воздуха. Я как будто ничего не чувствую. Как будто просто ешь что-то. Наверное, по молочности, как Альпингольд. Но все же нет. Альпингольд слаще Аленки. А Милка слаще Альпингольда. Ну ладно, пусть будет 7 из 10. А сейчас попробуем шоколад от Киндер. Это один из самых дорогих шоколадок. Конкретно эту не пробовал. Но пробовал их Киндер сюрприз. Мне кажется, шоколад будет таким же. Они делают так же, на уровне, на уровне Милка. Нас встречает какая-то доска. А, смотрите у них как. Такие маленькие штучки. Тут получается 4 таких штучек. А, так можно вот так сделать. Вот. Разоблачение. О, нет. Это будет в следующем видео. Получается, в сегодняшнем видео, вот самый маленький шоколад. О, тут начинка. Тут орех какой-то. Вот так выглядит сзади. А вот так спереди. Вот. Начинка такая. Сам шоколад хороший, но из-за начинки мне вообще не понравился. Поэтому 4 из 10. Но сам шоколад прекрасный, приятный. Но вот именно вот этот шоколад, точнее именно вот эта версия Киндера, не очень. Поэтому я приступаю к конкуренту Мистера Писта. Это Хешес. Открываем. Знаете что? Этот шоколад похож, знаете, на какой? Смотрели фильм Вилли Вонки? Вот оригинал классика, старый фильм. Такое ощущение, что я сейчас открою, и там будет золотой билет, и я пойду к Вилли Вонке. Еее. Открываем. А почему эти шоколадки так трудно открываются? По запаху, как вот этот Киндер. Как будто начинка такая же, но нет, обычно шоколад. Пробуем. Прям славит во рту. Этот вкус напомнил мне Милку. Так же качественно сделано, как вот тут. Но есть отличие. Милка слаще, чем вот Хешес. Сейчас еще раз попробую. Ну, с водой. Еще раз пробую. Очень вкусно. Вот это 9 из 10. Реально, очень вкусный шоколад. Ну что, готовы? Теперь я попробую шоколад. Мистера Мистера. Йо, взрывы. Тут, кстати, пиар-код какой-то. Во-первых, это самый дорогой шоколад среди вот этих шоколадок. И теперь мы посмотрим, стоит ли этот шоколад своих денег. Во-первых, скажу, что в Америке он стоит где-то примерно 3 доллара. Это где-то 300 рублей. Но я купил тут в 2 раза дороже. Тут видим оригинальный такой стиль. Не как в этих шоколадках, смотрите, где нужно делиться. То есть, мистер Бист тут не предлагает делиться. Он говорит, сразу же жи. Так, ладно, пробуем. А интересно, можно вот это тоже оторвать сталь уже? О, почти. Ладно, пробую. Пробую. Знаете, как рататуй у меня сейчас одни штуки. Помните, я говорил, что Хешес стоит во рту? Забудьте. Сейчас Фистабл стоит во рту. Знаете, почти ничем не отличается от Хешеса. Но тут как будто слаще. Опять-таки. Слаще, чем Хешес. Тут как будто все сдержано. А тут как будто отдушит сахар клали. Но не так сильно, как Милка, конечно. Но тут тоже что-то есть. Насколько он молочный? Достаточно молочный. А если сравниться с Альпингуль? Если сравниться с Альпингольдом. Не. Альпингольд по сравнению с Фистаблсом как будто фанера какая-то. Тут побольше сахара. Еще раз пробую. Окончательно. Все, ребята. Это 10 из 10. Это лучший шоколад в мире. Я могу уйти вместе с Альпингольдом? Пожалуйста, я снял ролик от Суши. Если серьезно, то мне кажется, это тоже 9 из 10. Потому что они на вкус одинаковые. Знаете, такой же шоколад, точно такой же шоколад использует Киндер. Наверное, из этих самых топ я бы выделил, конечно, шоколад Мистера Биста, Кэшес и Милку. Мне кажется, это три фаворита. Все, что осталось, это на любителя. Ну что, перейдем к концовке. Теперь оператор закроет мне глаза. И я буду выбирать шоколадки. Если я отгадаю, значит, эта оценка была верна. Если нет, то значит, я врум. Я кликбейтер. Я хайпажор. Все, погнали. Это видео не было бы таким приятным на звук, если бы не эти микрофоны, которые мне подарили. И сейчас я вам немного вам расскажу про них. Беспроводной петличный микрофон Fifine M9. Это шикарный стереозвук среди бюджетных петличек. Подходит для любых устройств, включая Android и iOS-систему. Диапазон действия беспроводного микрофона достигает до 50 метров. Масса микрофона примерно 25 грамм. Работает до 7 часов. Давайте посмотрим более подробно. Тут сразу замечаем преимущество этого микрофона. Я уже ранее говорил. И вот такая коробка. Открываем. Посмотрим, что внутри. О, у нас тут такой кейс от Fifine. Тут также инструкция. Оставим это тут. Так, что же в кейсе? Посмотрим. Вот сам микрофон. О, тут заряжается. Ну, мы скоро посмотрим. Но сначала давайте посмотрим, что входит в комплект. Заглушки. Против ветра. USB кабель. А также очень много кабелей. Так, а теперь давайте посмотрим, что находится внутри. Замечаем два микрофона. Вот они. Вот главное устройство. Давайте включим. Посмотрим, как в включенном виде они работают. Можно регулировать чувствительность на микрофоне А отдельно и на Б отдельно. Нобка выключения-включения. Синхронизация. Кстати, вход для наушников. Можно себя послушать. А сама база выглядит вот так. Тут индикаторы, что все работает, а тут можно подзарелить. Это, наверное, самый лучший бюджетный петличный микрофон. Ну что, мне завязали глаза. Я не знаю, что тут происходит. Оператор мне поменял. Надеюсь, он поменял все местами. И теперь мы попробуем отгадать эти конфетки. И если у меня получится, я еще попытаюсь дать оценку ту же самую. Но навряд ли это у меня получится. Но я жду, короче. Давай. Так, что ты мне там даешь? Я даже по звуку могу сказать, что это, но по ощущениям. О, это что-то необычное. Так. Да, ребята, смотрите. Я сразу понял, что это Аленка. Ты можешь не трогать по ощущениям. Но помимо этого, но нет, там я помню, не только Аленка была вот такой. Там еще Хешес был, что-то наподобие. Но как только я был уверен на 80%, но как только я попробовал, все остальные 20% тоже прибавились. Это Аленка. Вкус Аленки. Знаете, у Аленки и не сладкий, и не горький. Что-то среднее. Давай, что там. Ну. Так. А, вспомнил. Это Мистер Бист с этой упаковкой, где типа мед, что-то наподобие. Это Мистер Бист, я дал оценку где-то 6 из 10, да? Примерно, да. Ну, короче, как-то так. Это Мистер Бист, но не мед. Ты мне не говоришь, что это, пусть зрители сами в комментариях напишут. И мне тоже интересно. Я потом на монтаже посмотрю, что это было. Так, что там следующее? Так. О! Этот вкус я не забуду никогда. Это Милка. На вкус сладкий, нежный такой. Один из лучших шоколадок. Я все же поставлю 9 из 10. Не помню, сколько я говорил, но это все-таки 9 из 10. Не буду говорить, что это 10 из 10, чтобы никого не обидеть. Потому что, возможно, есть шоколадки лучше, чем вот эти. Поэтому это мы оставим для второй части. А сейчас жду. Вода закончилась, жаль. Но я все равно справлюсь. Давай. А, кстати, я только что... Это... Заметил. Зачем мы меняли все местами, если я и так не знаю, откуда ты даешь мне. Так. А! Ага. Ну, это вот этот вонючий вкус. Не знаю, может, мне так не нравится. Может, вам понравится. Сама начинка киндера мне не нравится. Но шоколад, вот оболочка шоколада, очень вкусная. Но из-за начинки я поставил 6 из 10. Так и оставлю. Но если брать только отдельно шоколад. Шоколад такой же нежный, как Милка. Милка. Не то, что хейтер киндера. Киндер это тоже один из лучших шоколадок. А сейчас посмотрим, что будет в следующем. Так. Странный вкус. Это фистаблс, но с начинкой другой. Не оригинальный фистаблс, а тот. Ну, тоже среднее что-то. Начинка не очень, мне не нравится. 6 из 10. Ну, ну же, давай, 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 давай. Так. А, фанера. Ну, очень вкусная фанера. Это знаете что? Это плагиат Милки. До Милки не дотягивает. Как будто, знаете, 1% не хватает нежности вот этой. И сахара. В общем, как-то так. Оценка не меняется, это альпингольд. Так, что там? Наверное, хешес остался и фистаблс, да? Скорее всего. Но я узнаю, они отличаются. Во-первых, ладно, не буду ощущать. Сразу попробую, чтобы было честно. Ммм, очень вкусно. Я так говорю не из-за того, что мистер Бис сейчас целится меня винтовкой. Просто на вкус очень приятный. Вот, по вкусу, киндер сюрприз. Без начинки. Это фистаблс. Очень вкусно. Как на уровне Милка. 9 из 10. Походу, хешес остался, да? Да. Такой же нежный, как фистаблс. Но, знаете, я и ранее говорил, сдержано все. Но тоже, на уровне фистаблс. Очень вкусно. Все, я отгадался? Да. Еее. Мне кажется, или я все отгадал? Кроме одной. А, не, я гений. Можешь мне дегустатором стать? Ой, сейчас спалили, что это были твои трусы. Ой, колготки. В общем, ребята, на этом все. Пишите в комментариях, что сравнить с следующим видео. С вами был, как всегда, Раза. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока.